Сегодня у нас особенный эпизод, где мы с гордостью представляем архитектора Ольгу Соколову, лауреата премии Interior Awards 2012 и участника программы «Квартирный вопрос» на НТВ и ее проект «Роскошные квартиры в Петербурге». Погрузитесь в мир исключительного дизайна, где каждая локация отражает совершенство формы, текстуры и света. Вы увидите, как творческий подход и внимание архитектора к деталям создают это жилое пространство. Подскажите, пожалуйста, что стало вдохновением для создания этого проекта? Для этого проекта вдохновением послужила сама заказчица. Всегда позитивная, легкая, женственная. И эта квартира, по сути, ее портрет. И жилой интерьер почти всегда портрет заказчика, отраженный в материалах, объемах, цветах. Основной задачей проекта было объединить эстетику, эргономику и функциональность. И увязать воедино стилевые предпочтения заказчика, создав максимально гармоничное и удобное пространство для жизни. Визуальная концепция этого проекта родилась из двух материалов, которые Ольга увидела буквально в первую неделю после того, как заказчица сказала, что купила эту квартиру и хочет делать дизайн. Первыми были обои ручной работы фреск, которые Ольга увидела в салоне Питера, а вторым крупноформатный керамогранит под розовый и зеленый оникс на выставке i-салоне в Милане. Ольга прислала фото заказчице и она сказала, что это оно. Планировочное решение и грамотное функциональное зонирование – это очень важные аспекты, особенно для относительно небольшой квартиры в 70 квадратных метров. И после найденного визуального образа им уделяется основное внимание при проектировании. Чтобы обеспечить необходимую функциональность и сохранить ощущение воздушности, было использовано большое количество молдингов, окрашенных в цвет стен для эффекта объема с зеркальными вставками. На одной из стен есть классический прием расположения бра на зеркале в обрамлении молдингов, но с использованием не классических бра. Такое решение есть, например, в Екатерининском дворце и в Янтарной комнате в Пушкине. Если говорить про цветовые решения, то это мягкие вкусные оттенки. Только для спальни использовано пять разных цветов. Они очень нюансные и увязаны между собой так, что создают единое гармоничное пространство, из которого не хочется уходить. Вся квартира покрашена краской флюгер. Например, для потолка использована краска флюгер флютекс 2С. Для ванных комнат флюгер вэтрум пейнт, и это отличный выбор, когда нужна полуматовая краска, которая с прочным покрытием и устойчива к влажности и грибкам. А для стен использована краска флюгер декса 5. Это просто антивандальный бестселлер. Она износостойкая, она легко моется и идеальна для проходных зон. Обратите внимание на эти шикарные настенные покрытия бренда Фреск. Менеджеры Питера помогли Ольге Соколовой подобрать с помощью спектра фотометра максимально близкий оттенок краски флюгер, чтобы это гармонично сочеталось между собой. Мы всегда внимательны к нашим дизайнерам и в плане сервиса. Это наша фишка, и многие это отмечают. Так, благодаря Питера, произошел подбор молдингов, карнизов и плинтусов. Помощь в просчете, чтобы не допустить перерасхода, но и чтобы не пришлось потом экстренно что-то докупать. По словам архитектора Ольги Соколовой, заказчица отметила, что нигде так уютно не спала, как в своей спальне. А один из гостей заметил, что когда находишься около кухонного острова, то всегда хочется шампанского. Ольга старалась создать релакс-оазис для своей заказчицы, и ей это 100% удалось. В Питера мы всегда комплексно подходим в работе с дизайн-проектами любой сложности, с применением настенных покрытий, текстиля, краски, лепного декора, декоративных штукатурок, микроцемента и микробетона. Поэтому, если у вас есть дизайн-проект, с удовольствием обращайтесь к нам. Мы вам с радостью поможем. А еще мы переформатировали наш дизайн-клуб Питера Дизайн Клаб в территорию профессионалов Про Дизайн Клаб. Поэтому мы открыты к сотрудничеству не только с дизайнерами и архитекторами, но и с малярами, строителями и мастерами-декораторами. Поэтому приглашаю вас в наш обновленный ПРО Дизайн Клаб.